Разрешение США поражать американским оружием военные цели на территории Федерации определенно изменило ситуацию. Но ни дальность, ни категория оружия недостаточны. Так, на условиях анонимности комментирует ситуацию один из представителей Министерства обороны Украины. Цитирует издание Deutsche Welle. И эти их бомбы – одна из ключевых основ путинской способности воевать. Чем быстрее мир поможет нам разобраться с российской боевой авиацией, запускающей эти бомбы, чем быстрее мы сможем нанести удары, вполне справедливые, кстати, по российской военной инфраструктуре, по российским военным аэродромам, тем ближе будет мир. Настоящий мир. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Россия собирает войска всего в 90 километров от Харькова для очередного наступления. В таком случае действующее ограничение географии ударов 100 километров от украинской границы поможет лишь избежать расширения линии фронта. Однако не дает возможности бить по ключевым аэродромам России, с которых агрессоры и атакуют мирные города. Институт изучения войны проанализировал спутниковые снимки и подтвердил, что в этом районе активизировалась деятельность на складах и в хранилищах. Таким образом, возможность нанести удар по этим объектам серьезно укрепит возможности украинских войск по отражению новых атак в регионе. Однако снятие запрета на западное оружие вряд ли поможет защитить Украину от российских планирующих бомб, известных как Кабы. Эти разрушительные боеприпасы регулярно используются для бомбардировок Харькова и других приграничных городов. Из материала на сайте BBC News русская служба. Эксперты уверены, подобные атаки возможно пресечь только уничтожением самолетов, несущих бомбы. С такой задачей ВСУ справятся с помощью американской системы Patriot. Однако размещение этих комплексов в Харьковской области рискованно. Их могут обнаружить дроны-разведчики противника. Поэтому Киев в очередной раз призвал Вашингтон увеличить поставки ПВО и расширить географию ударов по России. Мы хотим сказать, что мы ценим наше партнерство. Вы очень четко указали цели и задачи, чтобы обеспечить свою победу. И мы также очень гордимся технической помощью. Как Вы знаете, Конгресс, когда Вы делали дополнительные запросы на поддержку, всегда относился к ним благосклонно. И мы много раз работали с Вами над тем, чтобы убедить администрацию предоставить новые силы и средства. Сейчас мы выступаем за передачу Вам дополнительных полномочий на использование оружия в угрожающих регионах России. А также за то, чтобы у Вас появились новые возможности и система вооружения. При этом Великобритания и Франция, которые предоставляют Украине ракеты Storm Shadow, публично не оговаривали четких ограничений на их использование. Дальность таких ракет может достигать 250 километров. Лариса Петрук для телеканала Freedom.